Чудотворная икона Божьей Матери, называемая Всецарица, находится на святой горе Афон. Ее написание относится к 17 веку, и уже в то время было замечено, что молитва Богородицы перед этим ее образом приносит облегчение и исцеление в болезнях. Поэтому с иконы стали делать точные списки и для других обителей. Сегодня для того, чтобы поклониться известной в России во всем мире Богородичной святыне, не обязательно покидать пределы страны. Многие москвичи и гости столицы приезжают для этого в Донской монастырь. Около года назад обитель обрела список с чудотворного образа Всецарица. Галина Ледвина продолжит. Чудотворная икона Божьей Матери, именуемая Всецарица, находится на святой горе Афон в Греции. Она пребывает в Отопецком монастыре, в его главном соборном храме. Те, кто не могут посетить Афон, имеют счастливую возможность обратиться к Всецарице в Москве, в Донском монастыре, где хранится список с Афонской чудотворной иконы. Почитаемый во всем мире образ был изготовлен в Отопецком монастыре Святой Горы специально для этой московской обители. Мы обратились к игумену Отопецкого монастыря, на Циефрему, чтобы этот образ был написан специально для Донского монастыря. Его писали в Отопецкие монахи порядка двух лет. Только спустя два года, в прошлом, в 2016 году, он был принесен из Афона сюда. Там он был освящен у того чудотворного образа, который находится в соборном храме Ватопецкого монастыря. Это один из самых крупных образов, которые они писали на Афоне. Радость о детей, не думающих к исцелению, радость юных страдальцев мати, радость о восстании на утро болезней поверженных. Со всей Москвы в обитель приходит множество людей, молятся Божьей Матери и просят помощи себе и своим близким в различных обстоятельствах, в том числе и в тяжелых недугах. В России образ Всецарицы известен как икона, которой молятся при онкологии. Просил, конечно, сегодня, чтобы Богородица дала нам всем сегодня здоровье, чтобы все у всех было хорошо. За всех молился и за себя, и за всех православных христиан. Дость благодать, которую я здесь получаю, она, конечно же, меня очень поддерживает. Рак был известен еще во времена древнеегипетских папирусов, в 1600 году до нашей эры. Сейчас, как и ранее, болезнь считается крайне трудноизлечимой, и заболевшие уповают на чудо. Такие случаи чудесного исцеления встречаются, и многие из них связаны с горячей верой и молитвенным обращением к Спасителю и Богородице. Уже были исцеления. Тут приезжала девушка, плакала так. У нее мама раком больная была. И пришла буквально через четыре дня и благодарила Божью Матерь за исцеление. Мамы не нашли. Хотя были анализы, уже подтверждение, что был рак. Само имя иконы, Всегоспожа, Всеповелительница, говорит об особой всеобъемлющей силе образа. Во время молебна Божьей Матери в Донском монастыре молятся о всех болящих. После соборной молитвы каждый присутствующий помазывается освященным маслом. Масло оливковое освящено у этого святого образа. И также в это масло мы добавили несколько капель масла, которое собрано с семи чудоотворных икон Божьей Матери, находящихся в Святом монастыре Патопед. Молебны с чтением Акафиста перед святым образом Божьей Матери Всецарица в Донском монастыре совершаются еженедельно по средам в 16 часов. Частица Афона в центре Москвы доступна каждому. Матери Всецарица